Дорогие друзья, мы приехали в гости к Саше Новиковой, основательнице двух компаний How2Green и How2Eat. Саша, чем вы занимаетесь? Мы недавно открыли компанию How2Eat по доставке здоровых рационов питания. How2Green у нас существует уже, мне кажется, года 4, и мы делаем разные коллаборации. У нас есть сайт, онлайн-магазин и занимаемся различными проектами, связанные с здоровым образом жизни и экологией. Смотри, в этом выпуске Forbes Digest мы решили посмотреть, чем питаются разные миллиардеры. Там Билл Гейтс, всем известно, что он ест фастфуд американский, чизбургеры, но многие придерживаются каких-то особенных диет. Например, Марк Цукерберг какое-то время пытался есть мясо, которое он только там сам убил. Кто-то исповедует палео-диету, кто-то вегетарианец. Ты как эксперт в этом расскажи, стоит ли уходить в какие-то крайности, пробовала ли ты какие-то из этих диет, была вегетарианкой? Да, я пробовала все. Я была вегетарианкой, я была веганкой. Палео я пробовала, кето пробовала, что только не пробовала. Но это все было достаточно давно, и я пришла к тому, что все-таки, по крайней мере, если говорить о мне лично, то мне нужна сбалансированная диета без излишних каких-то запретов. И, наверное, не только мне. В целом, если говорить о людях, все абсолютно разные. Кому-то может и вправду подходить веганская диета, вегетарианское палео. Они должны чувствовать по своему самочувствию. А говорить, что всем нужно сидеть на одной и той же диете, или делать то, что делаю я, или Билл Гейтс, или кто-то еще, я считаю, что неправильно. А как это понять? Надо это попробовать на какой срок? На неделю, на месяц, проконсультироваться с врачом, или читать какую-то популярную блогершу, например, как тебя. Популярная блогерша? Слушай, мне кажется, в целом есть определенные стандарты питания. То есть мы говорим просто о цельной натуральной продукции. И я всегда агитирую людей, есть как раз-таки не Макдональдсы, не Сникерсы, а натуральную еду, овощи, фрукты, цельнозерновые, крупы, культуры, морепродукты. И, конечно, стараться в Москве, в России в целом это сложно, но стараться выбирать продукты без пестицидов, органически, если есть такая возможность. Такая диета, она дорогая вообще? Какая? Ты лишь и думала натуральная? Хорошие, правильные продукты, это, может быть, какие-то марки в супермаркетах, или надо именно ходить на рынок, выбирать что-то фермерское. Ну, то есть по части затрат это дорого? Если мы говорим о замене сахара на более натуральные сиропы и так далее, если мы говорим о замене муке, внедрении в большее количество овощей, чем, я думаю, что мы привыкли, то да, это будет все-таки дороже. Если мы не уходим совсем в органику, то на самом деле, я читала статистику, что это была, по-моему, статистика сделана в Америке, что рацион более натуральный, здоровый, не пакетированный, стоит на доллар в день дороже, чем пакетированный, рафинированный. То есть всего на 30 долларов в месяц? Ну, получается, да. Не так много, с одной стороны, с другой стороны, все равно это тоже деньги. А расскажи, какой у тебя сейчас рацион? Чем ты питаешься? Я прислушиваюсь к себе, то есть, как ты сказал, я прошла через все диеты, и мне ничего не подошло, честно. Поэтому я как-то решила расслабиться и достаточно спокойно относиться к тому, что я ем, я прислушиваюсь к себе, я стараюсь есть и морепродукты, и овощи. Я просто в целом очень сильно полюбила раньше. Это было не так раньше, я была как Билл Кейтс, я любила Макдональдс. А вот чтобы стать успешным бизнесменом, надо много работать, тратить много энергии, обязательно ли есть мясо? Может быть, стоит от него отказаться? Я не ем мясо, многие не едят мясо, и, опять же, это зависит от твоей личной специфики. Кому-то это противопоказано, я, правда, знаю таких людей, которые начинают себя плохо чувствовать, у них недомогание и так далее. Я, мне кажется, лет 6 не ем мясо, курицу, птицу, вот, поэтому мне отлично, это то, что подходит мне, но я ем морепродукт. И вообще, в целом, мне кажется, если мы говорим о работе, если мы говорим о том, чтобы иметь больше энергии, сейчас поступили новые исследования, есть определенный тип питания, 16 на 8. Если мне не понимать, да. Что это такое? Это когда ты 16 часов голодаешь и 8 часов ешь. Но... Без перерыва 8 часов ты ешь. Ну, нет. Голодаешься в течение, как бы, все равно, там, ночи, пока ты спишь и так далее. Просто у тебя есть вот этот вот перерыв, называется интервальное голодание. У тебя начинают вырабатываться кетоны, и ты реально чувствуешь огромный заряд энергии. Вот я питаюсь по такому типу, по таким способам, и мы агитируем тоже наших клиентов питаться так. Неважно, там, какое количество еды, там, ты получаешь, если ты ешь его, вот, в рамках 8 часов, ты реально чувствуешь себя круто, правда. А спать при этом сколько нужно времени? Ну, это тоже, наверное, зависит. 8-9 часов, и мужчин и женщин, мне кажется, немножко там по-разному. Мужчин немного меньше, а женщин чуть побольше. А питаться вот эти 8 часов, это надо, там, есть после 6? Или как? Как хочешь. Вот это самое главное. В любое время? Да. Допустим, с 12 до 8 вечера, как-то так. Да, то есть, в зависимости от того, вот, там, когда ты закончил. У тебя папа легенда ресторанного бизнеса, он как питается? Какая у него диета? Он ест, там, мясо? Слушай, он на самом деле ест супер натуральные продукты, все-таки, как ни крути, да, там, если мы говорим даже о том же мясе, это качественное мясо, он все равно есть овощи, он обожает авокадо, и он уже даже потихонечку начинает прислушиваться к моим, каким-то, там, не знаю, заменам, сиропам и так далее. Мне кажется, это потихонечку захватывает, наверное, всех. А знаешь, такое выражение, что если ты вышел из-за стола голодным, значит, ты наелся, а если ты вышел сытым, значит, ты переел. Вот надо ли выходить из-за стола голодным? Я что-то недавно буквально об этом читала. Это Чехов так писал. Да? Да, это Чехов писал. Если вы голодный, значит, вы наелись. Если вы сытый, значит, вы переелись. Все-таки, мне кажется... Если вы разъелись, значит, вы отравились. Вот это цитата Антона Павла Чехова. Ну, на самом деле, конечно, организм затрачивает большое количество энергии на переработку того, что мы туда положили. Соответственно, если ты, правда, переел, все знают это чувство, когда после обеда тебя клонят в сон, и ты не можешь выполнять свою работу. Поэтому, ну, может быть, все-таки не голодным, но когда ты вот чувствуешь вот этот вот satisfaction, мне кажется, на этом нужно остановиться. Опять же, у всех работает все по-разному. У меня есть генетические дела, генетический тест, который мне показал, что я чувствую насыщение только после 15 или 20 минут. Ну, вот тоже. Это моя специфика, и мне нужно дольше есть, чтобы чувствовать насыщение. То есть ты ешь медленно? Стараюсь. Еще такой вопрос. Для России, где климат достаточно суровый, особенно в зимнее время года, нам необходимы какие-то определенные продукты? Ты имеешь в виду что-то для поддержания иммунитета? Ну да, вот, например, мы следим за какими-то гуру правильного питания из Европы, из Америки, где хороший климат, где всегда тепло. Хотим это перенять на себя, взять их модель. Но в России все совершенно по-другому, и нам нельзя от чего-то отказываться. Ну да, смотрите, на самом деле в целом все доктора и диетологи рекомендуют употреблять витамин D из-за нехватки солнца, солнечных лучей. Но вот так вот в целом, да, здесь холоднее. Соответственно, мы немножко в целом устроены по-другому от африканцев, грубо говоря. И да, нам нужно употреблять другие продукты для того, чтобы согреваться и чувствовать себя комфортно. Опять же, так это зависит от регионов, от генетики. Твои три любимые блюда. Есть вот всегда какие-то блюда, которые сейчас вот более актуальны. Мне кажется, там в какое-то время в Москве было модно, там азиатская кухня. Сейчас, мне кажется, это авокадо-тост. Самое модное блюдо авокадо-тост и яйцо пашот. Ну, если честно, я просто, я не знаю, это какой-то сдвиг на авокадо-тости. У меня лично 100% я могу есть его каждый день, если не несколько раз в день. Что еще? Поки мне очень нравятся. В тунцом, с лососем. С лососем. С лососем. Да. Может быть, напиток какой-то? Это смузи, это кофе, это органический кофе, цикорий, я не знаю. Обожаю кофе, точно. Ты не отказываешься от кофе? Нет. Ну, какой кофе? Миндальный, кокосовый? Нет, я просто пью американо, но я очень люблю кофе, поэтому вот этот именно артизин. У нас очень много теперь кафешек, которые делают классный, качественный кофе, я прям обожаю. Я сама тоже делаю, вот, у нас продаются даже органический кофе в Москве. А ты ограничиваешь количество кофе в день, там, три кружки, одну кружку? Одну? Всего одну? Две максимум, потому что все-таки есть, да, крайность, которую не стоит пересекать. И я пробовала это на себе, я даже пробовала отказываться от кофе. И вот для меня вот этот баланс, как бы себе совершенно так не запрещает, потому что кофе все-таки такой напиток, который, ну, как и крутит, и тонизирует. И зачем от этого отказываться, вот, а с другой стороны, когда ты пьешь его слишком много, то этот эффект уже больше не имеет места быть, и в целом уже не хорошо влияет на твой организм. Это в утреннее время ты пьешь кофе? Да, да. Ну, утреннее, до 12, ну, конечно, бывают там ситуации, когда я умираю, хочу спать, там, или у меня сейчас я хорошо чувствую, выпиваю кофе, и все отлично. А как ты считаешь, что должно случиться вот у нас в стране, в России, в общем, не только в Москве, чтобы люди стали более правильно питаться? Уровень жизни должен расти. Да, у нас должна улучшиться политика в стране в целом, и тогда у нас будут повышаться зарплаты, и тогда люди смогут обратить внимание на свой рацион и на свое здоровье в целом. От этого зависит, собственно, и успех, правильно? Да, 100%, да. Спасибо большое, Саша. И тебе спасибо. Спасибо.